Добрый день, это Тутбай ТВ, меня зовут Алена Андреева и я рада начать очередную онлайн-конференцию. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингрессполкома Игорь Леонидович Дорощенок. Здравствуйте, Игорь Леонидович. Начнем, наверное, с таких общетеоретических вопросов. Один из них, коснется ли реформа МВД сотрудников вашего ведомства, станет ли отделение по гражданству и миграции гражданской службой? На сегодняшний момент реформа МВД нас коснулась в разрезе создания отдела по регистру населения. В 2014 году мы хотим выйти на создание, скажем так, по работе с биометрическими паспортами. Основное веселье, конечно, будет уделено организации приема иностранных граждан при проведении международного чемпионата мира по хоккею. Станет ли отделение по гражданству и миграции гражданской службы? На сегодняшний момент этот вопрос не рассматривается. Вопрос есть от Александра Полуяна. Он спрашивает об основных причинах миграции населения и каких-то цифрах, связанных с миграцией населения. Основная причина, это, конечно, трудоустройство за границей. Однако официальная статистика показывает, что, например, в этом году за 11 месяцев убыло наших граждан на работу 3400, в то время как прибыло иностранных граждан более 4200 человек. То есть получается, что гражданцев бывает даже меньше, чем прибывают иностранцы. То есть это официальные люди, которые официально... Это официальная статистика, да. А что подразумевает под собой вот этот официальный выезд? То есть я обращаюсь в органы по гражданству и миграции, говорю, что покидаю страну, потому что у меня заключен трудовой договор. У нас есть, скажем так, лицензиаты, которые имеют право тут устраивать наших граждан за границу. Значит, мы с ними тесно сотрудничаем, они предоставляют нам все сведения. И есть, скажем так, на сайте ГУВД именингресс полкома и горячая линия, с которой вы можете обратиться и получить информацию, касающуюся выезда за границу. То есть это именно те официальные предприятия, которые занимаются трудоустройством за границей. Поэтому все эти сведения мы берем оттуда. Конечно, есть, которые трудоустраивают наших граждан за границу нелегально, в отношении них мы тоже проводим проверки, привлекаем к ответственности. Могу сказать, что если будет выявлена ситуация, что кто-то трудоустраивает граждан, даже имея лицензию, то мы можем привлечь к ответственности и судом лишить этой лицензии, для того, чтобы они не смогли трудоустраивать граждан за границу. Жалобы, в принципе, поступают, мы их рассматриваем, но не носят они какого-то системного характера. — Тоже вопрос, наверное, общего характера, вопрос из скайпа нашего студийного. Какие есть варианты проживания на территории Беларуси без гражданства? То есть для иностранных граждан, видимо, или без гражданства? — Вопрос немножко тяжело мне на это не ответить, потому что есть определенные нюансы. Быть на территории Республики Беларусь без паспорта вообще невозможно. То есть в любом случае иностранных граждан, которые прибывают на территории, он должен иметь при себе паспорт. Значит, если же по какой-то ситуации, наверняка ситуация, что человек прибыл в нашу страну еще в советские времена, то для таких лиц у нас предусмотрено, это лицо без гражданства, мы их документируем видом нажительства, а также проездным документом, на основании которого он пересекает границу в случае необходимости. Но вопрос, если бы я был, ну, знал более подробную информацию, то есть давайте мы, наверное, сделаем так, что вот если надо более подробную информацию, то в частном порядке гражданин обратится ко мне, я ему объясню. — Хорошо. Есть достаточно частные, много частных вопросов, их начну озвучивать. Вопрос с форума. Подскажите, пожалуйста, интересует такой вопрос. Я гражданка Беларуси, муж гражданин России, дочери три года, она гражданка Беларуси. Дочка прописана с матерью, в данный момент хотели бы прописать дочь к отцу, гражданину России. Но в России требуют документ о том, что дочь не прописана с матерью, а в Беларуси без матери ребенка не могут выписать. Есть ли какой-то выход из такой ситуации, как нам поступить? Ну, сразу говорю, что я буду рассказать законодательство Республики Беларусь. То есть какие необходимые документы для России, к сожалению, здесь я не прокомментирую. Значит, в этой ситуации два выхода. Это либо оформить выезд на постоянное место жительства дочери к своему отцу, это административная процедура, предусмотренная перечень административных процедур указа номер 2. То есть там исчерпывающий перечень документов, которые необходимы. Вы можете изучить, обратиться в территориальные окна гражданства эмиграции по месту вашей регистрации, получить как консультацию, так и подать эти документы. Либо утратить гражданство Республики Беларусь и туда уже убыть Российскую Федерацию, как гражданин Российской Федерации. То есть тут два варианта, какой вам больше подходит, но тут вам решать. Следующий вопрос. Почему при регистрации граждан по месту жительства на основании договора найма помещения на определенный срок в паспорте ставится штамп без срока, а не на срок действия договора найма? Значит, при регистрации по месту жительства основным документом, являющим основанием, это, конечно, договор найма. Договор найма, который заключается между вами и нанимателем, вы сами определяете его срок действия. И мы на него не обращаем внимания по той и по той причине, что это ваше гражданское правовое отношение. Мы регистрируем на постоянной основе. По окончанию договора найма вы можете его продлить, либо не продлевать. То есть мы этот вариант не отслеживаем, но могу вам сказать, что, например, окончание договора найма ни в коем разе не является основанием для снятия гражданина с регистрационного учета. Поэтому и не требуем, и в это не представляется печать. Вопрос инкогнито. Возможно ли при приглашении к себе иностранных гостей оформлять все необходимые документы заранее, до их приезда, и оплатить пошлины в том числе, чтобы не тратить время на процесс регистрации, когда люди и иностранцы уже здесь? Или как можно максимально упростить процедуру, например, по времени записаться на прием, чтобы не стоять в толпе китайцев-вьетнамцев полдня? — Хороший вопрос. Значит, вся информация для регистрации иностранных граждан есть на сайте. То есть взять, скажем так, бланк, который заполнить можно, скачать с интернета, либо прийти в отдел по гражданству и миграции, взять, оплатить госпошлину, расчетные счета, все это есть на наших сайтах. Что касается очередей, то есть предварительная запись, вы можете позвонить начальнику отдела по гражданству и миграции, все телефоны есть на сайтах, и записаться. Предварительная запись ведется в каждом территориальном отделе по гражданству и миграции. прибыть в удобное для вас время и зарегистрироваться на стороны граждан. Но скажу вам по практике, что по своей службе, я часто бываю в территориальных отделах по гражданской миграции, нет очередей при регистрации. Конечно, нельзя называть один-два человека, что это очередь. Поэтому никакой проблемы нет. Берете все документы, обращаетесь в территориальный отдел по гражданской миграции, я вас уверяю, что вы потратите не больше 15 минут для оформления этой регистрации. Следующий вопрос. Могут ли реально лишить вида нажительства в Беларуси на основании привлечения к административной ответственности за несколько негрубых нарушений правил дорожного движения? Такой странной нормой моего мужа пугают в одном из районах ОГИМ Минска. Даже самых отпетых уголовников беларусов не лишают гражданства, а человека, который 12 лет законопослушно живет в Беларуси, по виду нажительства, решили пугать такими мелочами. Я бы не сказал, что это мелочи. Так называемые, наверное, негрубые нарушения, это правила дорожного движения, это, скорее всего, как превышение скорости, так и остальные нарушения, которые, в принципе, могут привести к более тяжким последствиям. Что касается иностранного гражданина, который прибывает в нашу страну, то, наверное, он, как никто, должен соблюдать наши законы. И мы не пугаем, мы профилактируем. Значит, в любом случае, если мы видим, что иностранный гражданин систематически нарушает наше законодательство, а для информации на сегодняшний момент, для того, чтобы аннулировать разрешение на постоянное проживание, необходимо наличие действующих пять и более административных протоколов, то, согласитесь, что пять и более протоколов – это все-таки, наверное, уже система. То есть такого иностранного гражданина мы приглашаем себе на беседу, разъясняем, что в случае его предложения противоправных действий в отношении него могут быть меры такие, как, например, и лишение разрешения на постоянное проживание. Если же иностранный гражданин не прислушивается к нам, то в дальнейшем такая процедура может быть. Но по практике это в единичных случаях, когда человек просто не понимает по-другому. Следующий вопрос озвучу. Если наказали брата по 205 статье части 2 Уголовного кодекса одним годом исправительно-трудовых работ с удержанием зарплаты в 15%, в октябре было УДО, наказание получается снято, то есть исправительно-трудовые работы. Но почему до 1 апреля 2013 запрещен выезд за пределы Белоруссии, и какова ответственность, если выйдет, например, в Россию? Ну, значит, я хотел бы немножко разъяснить. На сегодняшний момент все органы, скажем так, которые имеют право, вносят в базу сведения без нашего участия. То есть в отделах по гражданству и миграции находится только общая база, где вы можете обратиться и получить сведения, выездные вы или не выездные. Поэтому почему, например, в этой ситуации внесли запрет, то надо обращаться конкретно в Уголовно-исполнительную инспекцию и выяснять. Что касается убытия в Россию, при том, что будет внесен в список, то, конечно же, это может повлечь, в плане замены вашего наказания, условно-досрочного, может даже до лишения свободы. То есть вы поймите, что выезд за границу в любую страну вам запрещен. Из стран. Так у нас же границы нет с Россией. Сразу такой вопрос из зала, считайте. Я понимаю, но если такая ситуация, я еще раз говорю, будет установлена, что мы установим, что вы выезжали за пределы Республики Беларусь, то вы, прежде всего, нарушили условно-досрочное освобождение со соответствующими выводами и последствиями. Следующий вопрос от наших пользователей. Мне, как работнику туризма, приходится продлевать визы иностранцам, приехавшим в нашу страну. Скажите, могу ли я для туриста, приехавшего из Западной Европы, Шенгенская зона, или из других стран при оформлении документов на продление краткосрочной визы, указать истинную причину задержки, которая формулируется, ему здесь нравится. И вообще, продление визы туристу – это благо или проблема для вашего учреждения? Скажем так, никакой проблемы здесь нет. Если вы обращаетесь в Тридентальный отдел по гражданству и миграции, и иностранный гражданин, как в этом случае, Западной Европы, то тут надо обратить внимание на одну вещь, что, скажем так, любой иностранный гражданин имеет определенную сумму дней, которые он может на выходить. На настоящий момент это 90 суток. То есть, если была виза открыта на 90 дней, и он хочет остаться сверх 90 дней, то, конечно, будут вопросы. То есть, это надо действительно какая-то реальная причина. Если же человек прибыл на 30 суток, предположим, отбыл их, и ему надо дальше посетить какие-то наши культурные заведения, культурные места, то, конечно же, никакой проблемы здесь нет. Он обратится в Тридентальный отдел по гражданству и миграции, и мы выдадим выездную визу на срок, который необходим. Но, опять же, в каждом случае надо рассматривать индивидуально. То есть, в зависимости от страны, к которой прибывает гражданин, и сколько находился он на территории Республики Беларусь в календарный год. Игорь Леонидович, а вообще часто обращаются за продлением визы иностранцам? Конечно, часто. То есть, это такая штатная процедура? Да, абсолютно штатная процедура. То есть, это не из ряда вон выходящих какой-то ситуации. Следующий вопрос от пользователей. Мой сын живет и работает в Германии, скоро получит немецкое гражданство. При этом он не желает терять гражданство Республики Беларусь. Существует ли какой-либо механизм извещения компетентных органов Беларуси о получении гражданином Беларуси гражданства Германии? Значит, тут надо исходить из законов Германии. То есть, если Германия потребует выхода из беларусского гражданства, то в любом случае он обязан будет утратить беларусское гражданство, потому что его просто в германское не выдадут. А в любом случае этот гражданин, если он обращается к нам, то какая может быть процедура извещения органов, когда он к нам будет обращаться за получение, за утраты гражданства. То есть, в любом случае это будет известно нам. А если законодательство Германии не требует выхода из белорусского гражданства, то есть допускается двойное гражданство? То для нас он останется гражданином Республики Беларусь. Следующий вопрос. Является ли наличие недвижимости в Беларуси, а именно квартиры, основанием для предоставления вида на жительстве гражданке Польши? К сожалению, нет. Только разрешение на временное проживание до одного года является основанием при наличии собственности и недвижимости в Республике Беларусь. А потом можно продлевать? Да, конечно. То есть вы каждый год продлеваете. Если вы 7 лет проживете на таких условиях временного проживания, то у вас появятся основания для получения постоянного проживания. Если вы в Литке Беларусь. Следующий вопрос от гражданина Российской Федерации. Он снимает квартиру в Минске, проживает 6 лет на территории Беларуси, ежегодно проходит процедуру регистрации. Подскажите, как можно сделать вид на жительство на длительный срок в таком случае? Значит, ну это продолжение первого только что озвученного вопроса. Но единственное, что здесь нюанс, он гражданин Российской Федерации. Поэтому даже если у него нет наличия близких родственников, у нас есть соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, и он уже имеет основания для получения постоянного проживания, то что он является гражданином Российской Федерации. То есть он может обратиться по месту жительства и получить разрешение на постоянное проживание. Только даже не имея какой-то здесь собственности или других оснований. Только на основании того, что он является гражданином Российской Федерации. А граждане каких стран еще имеют? Только Российская Федерация. То есть даже граждане Казахстана пока что таких прав не имеют? Следующий вопрос. Что нужно знать гражданину Республики Беларусь, получающему литовское гражданство? Он восстанавливает литовское гражданство через родителей, проживавших на территории Литвы до 1941 года. Есть ли обязанность уведомлять власти Беларуси о получении второго гражданства и как правильно пересекать границу? Я так понимаю, из вопроса, что он еще не получил литовское гражданство. Это значит та же ситуация, что и по Германии. То есть выясняется, необходима ли утрата белорусского гражданства при получении литовского. Если же такая процедура обязательна, значит утрачивается белорусское гражданство и получает литовское. И вот отсюда уже вытекает второй вопрос, как пересекать границу. То есть в любом случае, если он уже будет не являться гражданин Республики Беларусь, то ему необходимо получать визу и въезжать сюда, как гражданин иностранного государства. В частности, сейчас в этом случае Литвы. Если же у него останется два паспорта, то он пересекает границу, как гражданин Республики Беларусь. Никаких виз ему нет необходимости получать. Следующий вопрос, достаточно сложный. Добрый день, подскажите, пожалуйста, что необходимо для оформления постоянного проживания за пределами Беларуси? Я гражданка Республики Беларусь, мой муж иностранец из Ливана. Особенно интересует вопрос касательно несовершеннолетнего ребенка от первого брака, с отцом которого мы официально в разводе. Какие нам нужны документы для оформления, куда обращаться, сколько времени это займет? Ничего сложного нет, абсолютно стандартный вопрос, который очень часто к нам обращается. В этой ситуации я не буду тратить время на перечисление всех необходимых документов. Я еще раз повторюсь, это 200 указ президента, где четко указаны, какие необходимые документы. Что касается конкретно этой ситуации, то, конечно, будет согласие отца на выезд ребенка за границу. Если вы по какой-то причине его не можете получить, то этот вопрос решается только в судебном порядке. Куда обращаться? Это территориальный отдел по гражданству и иммиграции по месяцу вашей регистрации. Срок до двух месяцев. Наверное, важный вопрос следующий также от пользователя Беларусь-Беларусь. При замене паспорта гражданина Беларуси в связи с нестечением его срока действия сотрудница отдела по гражданству и иммиграции отказалась выдать новый паспорт, мотивируя это тем, что ее начальник запретил выдачу паспортов военно обязанным, не прошедшим обязательную дактилоскопическую регистрацию. Пожалуйста, прокомментируйте вышеуказанную ситуацию и подскажите, кому можно пожаловаться на нерадивую сотрудницу и ее начальника. В принципе, все правильно расписали, что это, конечно, является нарушением указа президента, поэтому данное требование нельзя считать, конечно, законным. То есть вы должны были обратиться к начальнику территориального подразделения по гражданству и иммиграции, если же он бы не разрешил эту ситуацию, то есть начальник районного управления внутренних дел, ну или ко мне, пожалуйста, обращайтесь. Но скажу по практике, за все время моей работы ко мне по такому вопросу ни разу не обращались, о том, что не выдают паспорта, либо не принимают документы на основании того, что не прошло дактилоскопирование. Поэтому, наверное, все-таки это единичный случай, но в любом случае это, еще раз повторюсь, процедура дактилоскопирования ни в коем разе не влияет на получение паспорта. Поэтому вы вправе обжаловать это решение непосредственно начальнику органов внутренних дел, ну или ко мне. Еще один вопрос о гражданине Ливана. Скажите, что необходимо, чтобы оформить гостевое приглашение на въезд гражданина Ливана в Республику Беларусь, на какой срок оформляется приглашение? Стандартная процедура, предусмотренная перечень административных процедур с высотым указом. Единственное, что срок оформления приглашения в зависимости от наличия родственников на территории Республики Беларусь. То есть, если просто в разовый въезд, то это приглашение оформляется на срок до 90 суток. Если же это близким родственникам, то может быть до года. Следующий вопрос. Является ли приобретение в собственность жилого помещения достаточным основанием для получения вида на жительство гражданам России? Но это мы уже отвечали на такой вопрос. Мы живем в Штатах, у сына два гражданства. Скоро наступит призывной возраст и в армию нам, конечно, не хочется. Но и не хочется иметь проблемы с поездками в Беларусь. Вариантов подозревают два. Выход из белорусского гражданства или оформление паспорта серии ПП. При выходе из гражданства человек не должен иметь проблем с военкоматом. Как это сделать, если до 18 лет ребенок не может выйти из гражданства, так как он несовершеннолетний, ну а после наступает призывной возраст и возникают проблемы с военкоматом? Вы правильно расписали два варианта, но я вам скажу, что оба два варианта без военкомата вам никак не обойтись. То есть, в любом случае, в первом и выходе из гражданства и выйдя на ПМЖ необходимо будет согласие военкомата. То есть, если военкомат согласия на вычет из гражданства не дает, то будьте добры отдать долг родине. Чтобы прописаться и поменять старый паспорт на новый по новому месту жительства, надо сначала встать на воинский учет по новому месту жительства или надо сначала прописаться, а потом уже становиться на воинский учет? Какова последовательность и процедура действий? Сначала надо становиться на воинский учет, а потом обращаться по вводу регистрации. Я была прописана 10 лет назад в общежитии, в котором не проживаю уже несколько лет, пишет нам пользовательница наша на форуме. Сейчас мне необходимо заменить паспорт, но по последнему месту прописки мне сообщили, что так как я была прописана временно, то меня оттуда уже автоматически выписали. При этом штампа о выписке в паспорте нет, и заменой моего паспорта они заниматься не могут. Больше я нигде не прописывалась, не регистрировалась. Подскажите, где в этом случае я могу заменить свой паспорт, и как быть, если я пока не хочу нигде регистрироваться? Где в таких случаях получают новый документ? Хотел бы пользователю разъяснить, что проживание в Республике Беларусь без регистрации, за это предусмотрена административная ответственность. Поэтому ваше нежелание регистрироваться может повлечь в дальнейшем привлечение к административной ответственности и наложение штрафа. Что касается конкретно вашей ситуации, то, насколько я понимаю, вы были зарегистрированы как студентка, скорее всего, в общежитии. До этого вы были зарегистрированы у своих родителей. То есть вы должны обратиться по месту жительства ваших родителей и зарегистрироваться. Если же в какой-то ситуации у вас негде уже зарегистрироваться, то для этого есть у нас специальные места, где можно получить временную регистрацию и изменять паспорт. Например, на территории города Минска это Вопшасово 42, для лиц без определенного места жительства. Там вы проходите временную регистрацию, вас документируют паспорт. Но еще раз говорю, что зарегистрированы вы обязаны на территории Республики Беларусь быть. То есть это не ваше право, это ваша обязанность. Нет. Достаточно свидетельства о госрегистрации. И второй вопрос от этого же пользователя. При предоставлении гражданину жилья из арендного фонда государство сможет ли данный гражданин оформить постоянную регистрацию в этом жилье? Конечно, при наличии договора между вами и нанимателем. Вопрос по поводу базы невыездных граждан. Подскажите, почему информация о невыездных гражданах не является общедоступной и сведения об этом можно получить лишь на платной основе? Значит, по первому вопросу, то, наверное, никому не понравится, если ваше конфиденциальное сведение будет в общей базе. Поэтому, конечно, эта информация конфиденциальна. И получить ее может только гражданин при наличии, при предъявлении своего паспорта. Ни родственник, ни по доверенности никак. Только лично гражданин. Что касается второго вопроса, то это неправда. Справка выдается бесплатно в территориальном отделе по гражданству и миграции по месту жительства. Следующий вопрос. Детей перестают вписывать в паспорт с 16 лет, но без разрешения они могут выехать за границу и пересекать ее самостоятельно только с 18. Моей дочери уже было 16, и у нас разные фамилии. И теперь после получения мной нового паспорта приходится постоянно возить с собой еще и свидетельство о рождении. Или нотариально заверенное разрешение на выезд. Почему нельзя вписывать детей до 18 лет, раз они все равно самостоятельно не могут пересекать границу? Потому что так регламентировано действующим законодательством, что вписываются дети только до 16 лет. Поэтому это, наверное, временная такая ситуация, которую вам придется... Пережить два года. Пережить, да. Придется потерпеть. Игорь Леонидович, на этом вопросы от наших пользователей закончились, но я хотела бы задать еще несколько вопросов вам от себя. И в первую очередь спросить о том, какие тенденции в сфере гражданства и миграции в столице можете вы отметить в уходящем 2012 году? Что-то принципиально поменялось? Есть ли какие-то веяния новшества в этой сфере? Принципиально, в принципе, ничего не поменялось. Как бы были внесены определенные изменения в законодательство, которые идут прежде всего на упрощение так называемых административных процедур, чтобы гражданин как можно меньше предоставлял документов и как можно быстрее нами обслуживался. Значит, на сегодняшний момент в городе Минске отделы по гражданству и миграции работают шесть дней в неделю, кроме воскресенья. Принципиально, принимают граждан, внесены небольшие изменения в законодательстве по иностранным гражданам. Сейчас иностранные гражданины могут пребывать на территории Республики Беларусь не три, не трое суток, как раньше, а пять суток, не считая еще и праздничных выходных. Хотя, как показывает практика, количество обращений к нам все равно не снизилось. То есть иностранные граждане приезжают к нам все-таки на более длительный срок. То есть вот как бы такие основные изменения. В некоторых государственных структурах, связанных, не сказать, что со сферой обслуживания, но с постоянным взаимодействием с людьми, есть некоторый кадровый голод. Хватает ли сотрудников в органах по гражданству и миграции для того, чтобы удовлетворить всех граждан, обращающихся за различной помощью? В настоящий момент у нас таких проблем нет. Есть, конечно, рабочая текущая, скажем так, есть, но она не является какой-то масштабной. То есть, в принципе, у нас довольно-таки слаженный коллектив, уже который не один год работает. Поэтому, скажем так, с личным составом пока, я думаю, не будет, у нас вопросов нет. Я хотела бы спросить еще о массовом выезде граждан. По крайней мере, об этом все много говорят, много пишут, но никто не владеет какими-либо цифрами. Можете ли вы говорить о каких-то примерных оценках, коль скоро гражданство и миграция – это как бы ваша сфера деятельности? Это, знаете, как говорят, на 10 выявленных наркоманов есть еще 90 невыявленных. Вот тут на 3000 выехавших официально граждан. Сколько, может быть, выехавших неофициально? Неофициально? Ну, я думаю, такую свидетельку вам никто не даст. Вы сами правильно сказали, что границы между нами и России нету. Поэтому сколько туда человек ежедневно уезжает и приезжает, к сожалению, такой информации мы вам сказать не можем. Ну и, в принципе, ее, наверное, нигде нет. Часто ли иностранцы нарушали наше законодательство по поводу миграции в Беларуси в уходящем 2012-м? Ну, скажу, что в этом году в городе Минске привлечено к уголовной ответственности 26 иностранных граждан, которые были депортированы с территории Споляки Беларусь. Однако запреты въезда вернулись. Они были нами выявлены и привлечены к уголовной ответственности. Вообще, удельный вес, скажем так, преступности в городе Минске, касающихся иностранных граждан, от всей преступности составляет 3%. То есть это очень незначительно. Какие планы у службы на будущий год? Есть ли какие-то масштабные проекты запланированные, о которых вы уже готовы говорить? На следующий год, ну, основная задача, которая перед нами стоит, это, как я уже сказал, организовать в 2014 году прием иностранных граждан. Это по чемпионату мира по хоккею. Конечно, это, прежде всего, в настоящий момент рассматривается вопрос по безвизному въезду определенных стран и при определенных основаниях. Во-вторых, конечно же, мы готовимся к заселению гостиниц, которые иностранными гражданами. Такое большое количество будет сдаваться жилья в нами. То есть в этом плане мы готовимся, хотим в следующем году, опять же, организовать это изучение иностранных языков нашим сотрудникам, чтобы мы могли разъяснять законодательство, скажем так, непосредственно в территориальных отделах по гражданству и миграции. Скорее всего, в этот период времени будем переходить на, так называемый, может быть, усиленный вариант несения службы, чтобы мы всех необходимых иностранных граждан приняли, разъяснили, если надо, расселили, скажем так. То есть оказали всестороннюю помощь. То есть для того, чтобы остались впечатления нашей страны только положительные. Что ж, я желаю вам успехов. Благодарю за то, что пришли сегодня к нам и ответили на вопросы наших пользователей. Уверена, к лету их будет куда больше. И очень надеюсь, что снова найдете возможность прийти и на эти вопросы ответить. Большим удовольствием, спасибо. Напоминаю, что на ваши вопросы о гражданстве и миграции сегодня в студии Тутбай ТВ отвечал начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Игорь Леонидович Дорощенок. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»